Врач рассказал, что сделала с собой певица Алла Пугачева. Природа щедро одарила Аллу Пугачевой талантом и харизмой, но немного обделила по части внешности. Сынности будущая звезда эстрады комплексовала из-за несовершенной улыбки. Поэтому, как только она стала много и стабильно зарабатывать, то выделила несколько миллионов на стоматологическую операцию. Хирург-имплантолог Наталья Эфимова считает, что у Примадонны был врожденный дефект диастема. Из-за этого у нее образовалась щель между передних зубов. Это можно было оставить изюминкой образа, но Алла Борисовна захотела иметь голливудскую улыбку. По мнению специалиста, Алла Борисовна была одной из первых в нашей стране, кто воспользовался установкой имплантов. Ей восстановили жевательные зубы, а также установили виниры. Делала она их в Европе. Певица этого и сама не скрывает. Все вмешательства были проведены на высоком уровне. У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановлении жевательных зубов, цитирует Илфимово Ик. По данным СМИ на преображение Пугачева потратила около 2 миллионов рублей. Впрочем, это еще не самый высокий ценник за подобные манипуляции. Кстати, Елена Темникова, с детства имевшая щель между передними зубами, решила не избавляться от этой особенности. Такое же решение приняла Ирина Тонева, которая сделала неидеальную улыбку своей фишкой. При этом сейчас среди звезд стало модно носить брекеты. На установку металла во рту недавно одновременно решились Регина Тодоренко и Тимур Родригес.